привет меня зовут эд и я продолжаю свою обширную серию по проблемам болей воспалений и различных заболеваний суставов я уже снял огромное количество эффективных решений для этих проблем и сниму еще больше все ссылки вы наблюдаете внизу под любым видео данной серии это все ссылки касаются данной проблемы также кто досмотрит любое видео особенно новое увидит в конце в конце 4 анимационных окна это новое видео и нажав на них вы сразу переходите на следующее видео данной серии а рецепт на сегодня такой сегодня вам расскажу отличный проверенный эффективный рецепт растирки правда работать с ней надо долго особенно если у вас состояние ваших суставов не очень хорошее если просто какие-то боли думаю две-три недели достаточно если у вас конечно артрит артроз и так далее вы долгое время уже десятилетиями страдаете мучаетесь более сильные воспаление и так далее конечно надо будет работать подольше я потом расскажу как правильно это делать итак мы будем использовать конский каштан плоды конского каштана просто достаньте плоды конского каштана достаточное количество вот так он выглядит если вдруг кто-то не понимает о чем я говорю желательно он должен быть посвежее нам надо расколоть берем достаточное количество каштана какую-то поверхность и молотком молотком можно любым молотком чем угодно раскалываем наши все плоды нам надо достать белую часть и чем свежее будет каштан тем лучше потому что со временем например через год середина каштана она подсыхает даже там может сморщиваться быть сухой очень твердой и так далее вам нужен вам нужны плоды посвежее вот как раз сейчас буквально прошел один месяц после того как каштан упал плоды упали его можно еще свежим достать где-то на базаре в крайнем случае и так далее выписать в интернете свежие плоды каштана берем их разбиваем и освобождаем от коричневой шкарлупы в итоге нам нужно собрать 300 грамм хорошо его дальше молотком измельчаем если он не очень твердый можно даже попробовать на мясорубке его измельчать или как-то еще у кого есть не знаю очень мощные очень мощные любые измельчители неважно какие в общем идеально размельчить его на такую труху это самое идеальное но если не получится просто помельче помельче его подробить дальше нам надо использовать литровую банку литровую банку хорошую крышку чтобы закрывалась и не испарялась из-под крышки спирт мы будем использовать водку и будем использовать перемеленные плоды конского каштана берем заполняем не утрамбовывая банку перемеленным или раздробленным на мелкие части каштаном и заполняем ее просто наполнили всю банку кстати не важно какая банка будет пол литровая или литровая я говорю для литровой все то же самое для пол литровой и просто берем и наполняем качественной водкой наполняем полностью под завязку закрываем крышку желательно чтобы каштан когда вы наполнили сначала каштаном раздробленным чтобы до конца было где-то не меньше четырех пяти сантиметров чтобы при тряске хорошо все перемешивалось заливаем водкой под завязку и закрываем качественной крышкой любой капроновой или евро крышкой чтобы вы могли потом хорошо встряхивать дальше надо чтобы довольно долгое время данные настой настаивался каждый день надо его встряхивать вспомнили встряхнули один два три раза в день достаточно и так три недели после трех недель не фильтруя можно уже начинать применять данную растирку так как нам надо много этой растирки можете сразу сделать в двух в трех литровой банке чтобы вам хватило надолго этой растирки то есть даже на год думаю трех литровой банки достаточно все через три недели можно работать с данной растиркой растирка очень просто наносится просто берем на пораженные наши суставы и около суставные место подальше на ночь втираем просто массажными движениями берем макаем на данную растирку и втираем каждый день перед сном как и в начале сюжета сказал если у вас какие-то небольшие боли думают две-три недели и они должны утихать если у вас застарелые боли или очень застарелы есть случаи когда эту растирку даже втирали в течение года но я рекомендую втирать ее курсами по два месяца каждый день втираем на ночь два месяца потом делаем три недели перерыв потом опять два месяца втираем опять три недели и так постоянно можно даже этой растиркой пользоваться до появления результатов идеально использовать одновременно два моих рецепта и тогда эффект будет максимально быстро уже ощущаться и в впоследствии конечно могут пройти и воспаление боли уменьшатся и ваше состояние улучшится состояние суставов и в целом состояние вашей жизни спасибо за внимание не болейте а если вдруг ваши суставы заболели обязательно воспользуйтесь моими различными рецептами до встречи на моем канале завтра и пока подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы отвечу каждому до встречи на моем канале всем всем удачи и мир вашему дому